В целом подготовка к отопительному сезону проходит организованно. Работа центральных и местных координационных штатов по подготовке к предстоящей осенне-зимнему периоду ведут свою активную работу. Большая часть намеченных мероприятий по подготовке энергопредприятий выполнена. В то же время остался ряд проблемных вопросов, которые могут негативно отразиться на прохождении отопительного периода. Согласно утвержденного графика, на текущую дату завершен ремонт 5 энергоблоков или 50% от годового объема, 36 котлов, 63% от 32 турбин, 66%. На разной стадии выполняется ремонт работ по 4 энергоблоках, 20 котлов и 15 турбинам. В целом выполнение ремонтных работ осуществляется по графику, однако на ряде энергоисточников имеется отставание. Это Согринская ТЭЦ, ТЭЦ города Ридера, ТЭЦ-1 МАЭК Казатампрома, ТЭЦ-1 города Ацтаны. С основанием ведутся работы по Экибастузской ТЭЦ, водогрейный котел 12, западному тепловому комплексу АОАЛЭС Алмата. В то же время вместо запланированных капитальных ремонтов по турбине 2 и 3 Руднинской ТЭЦ и котлу 1 Аркалыц КТЭЦ выполнены лишь текущие ремонты. Работа турбины 7 АТРАУС КТЭЦ и турбины 4 ГТЭЦ Карачаганака перенесены на 2014 год. Не начали намеченный срок ремонты по ряду оборудования на Атравской, Жасказганской и Казародинской ТЭЦ. В текущем году ремонт тепловых сетей идет значительно лучше по сравнению с предыдущим годом. Это в целом по Казахстану. Однако отмечено отставание работ по городам Кокчитав, Астаны и Алматы. Кроме того, продолжает расти износ тепловых сетей. Части подготовки магистральных электрических сетей и дистрибьюторных сетей работы ведутся в соответствии с графиком. На 24 сентября текущего года на топливных складах энергоисточников накоплено 4,4 миллиона тонн угля, что на 15% меньше уровня прошлого года. В настоящее время необходимо ускорить накопление топлива как для избежания дефицита полувагонов, так и создания эксплуатационно-запаса угля. Мазута накоплена на 133 тысячи тонн больше. Это на 40% больше прошлого года. Необходимо отмечить, что с учетом внесенных в правительство новых норм эксплуатационно-запаса топлива, они на сегодняшний день не выполняются не везде. Так, на Семипалатинской ТЭЦ-1 запас в 3 раза меньше нормы, Караганинской ТЭЦ-2 в 2 раза, Аркалыцкая ТЭЦ в 3 раза, Степногорская ТЭЦ почти в 2 раза. На ТЭЦ города Кентау топливо практически только на 3 суток при норме 20. Просили бы в этой связи поручить Акиматам указанных регионов срочно ускорить работу по накоплению топлива. Продолжается работа Министерства индустрии новых технологий и совместно с Министерством регионального развития по осуществлению проверок состояния подготовки энергопредприятий к прохождению осенне-зимнего периода. Уже проверено 13 регионов. В ближайшее время будет внесено предложение в правительство по регионам с низким потенциалом готовности к отопительному сезону и, соответственно, высоким рискам его прохождения. Но на сегодня уже ясно, что в этот перечень будут включены город Семипалатинск, это по ГГП ТЭЦ, где наряду с низкими запасами и темпами накопления топлива сохраняется заботчивость о стабильном обеспечении теплоснабжения. На станции ведутся очень большие работы по модернизации, и в этих условиях демонтировано технологическое оборудование, отвечающее за непрерывную поставку мазута. Сейчас завершается монтаж нового мазутного котла, который должен обеспечить беспрерывную подачу топлива. То есть в условиях зимнего периода, когда температуры будут минус 40 градусов, в случае отключения станции, а таких случаев в прошлом году было два раза, будет очень высокая опасность невключения этой станции. Поэтому мы обращаем особое внимание, выделили ряд специалистов, которые оказывают надлежащую поддержку Акимату для надлежащей подготовки ТЭЦ-1 к отопительному периоду. В городе Кентау состояние основного обороны, а также здание и сооружение ТЭЦ остаётся в невдовлетворительном состоянии. Накопление топлива ведётся низкими темпами. По городу Аркалакут также здание станции находится в невдовлетворительном состоянии. По Тимиртау необходимо принять дополнительные меры по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей. Это относится в части перераспределения тепловой нагрузки ТЭЦ-2 с комбината на город. Большая часть тепла уходит на нужный комбинат, в то время как город испытывает тепловой дефицит от ТЭЦ-2. По городу Петропавловск тепловые сети Акимат области и, собственно, проводят в этом году беспрецедентно большую работу по обеспечению надежного теплоснабжения. Однако высокий уровень грунтовых вод последних годов требует применить абсолютно новые технические решения прокладки теплотрасс вплоть до выноса их на поверхность земли. В заключении хочу отметить, что в целом подготовка предстоящей отопительной сезон находится на постоянном контроле Министерства. В текущем году получение паспорта готовности энергопредприятий к работе в зимних условиях носит обязательный характер. И срок внесения документов заканчивается уже 1 октября. Для своевременной подготовки к отопительному сезону необходимо на заседаниях штабов Акиматов ужесточить контроль за завершением ремонтных работ в соответствии с согласованными графиками, формированием эксплуатационного запаса топлива, своевременным запуском тепловых сетей и получением паспортов готовности к работе в зимних условиях. Мой доклад окончен.